Всем здравствуйте! Вас приветствует Маруся на своем канале. В этом видео хочу с вами поделиться советами, что нужно приобрести сейчас в данный момент в январе месяце для посева рассады и, соответственно, полезной вещи для огорода. Потому что сейчас уже магазины начинаются наполняться всеми необходимыми нам товарами. И время пришло. Пора! А мы соскучились. Пора уже начинать закупать. И я расскажу, что можно интересного найти в таких магазинах, как Фикс Прайс. Ну, само собой, очень важно сейчас, но это не только в Фикс Прайсе, закупить семена. Если кто-то еще не закупил, обязательно закупите. У нас есть видео, где можно посмотреть, где мы купили семена. Причем, самое интересное, там очень хороший выбор. Ссылочку оставим в конце видео. Фикс Прайс, он всегда готовится к садово-огородному сезону заранее. Молки. Все для огорода. И мы, огородники, начинаем сходить с ума. Ну, пора. Во-первых, стаканчики для рассады. Разнообразие любое, какое хотите. Хотите кассетами, хотите просто стаканчиками, хотите различными наборами. Есть вот такие вот наборы, кстати, для рассады. Очень удобные. И мне чем понравился этот набор, то, что у них очень хороший объем стаканов. Это в этом году новиночка в Фикс Прайсе. Есть хороший поддон. Объем стакана очень, довольно-таки, приличный. Можно поставить в поддончик стаканчики вместе с дном. И такой рассадничек, как говорится, прослужит не один год. Действительно, вот есть такие же кассеты в магазине Светофор. И у них в Фикс Прайсе продавались. Но у них объем стаканов маленький. Он хорош для того, чтобы выращивать в начале рассаду. А вот когда рассада уже набирает объем, ей нужен побольший объем. И вот этот очень хороший объем. Потому что, допустим, для тех же самых огурцов или для каких-то тех же перцев очень даже неплохой объем. Поэтому приобретаем очень хорошую вещь в Фикс Прайсе. Что еще нужно приобрести в Фикс Прайсе для рассады? Это, естественно, возьмите вот такие коврики. Они есть большие, есть маленькие. Советую взять. Из-за чего? Рассада делала такое хлопотливое. Особенно в начале роста. Если вы ставите на подоконник, а подоконник у вас холодный, рассада будет очень плохо расти. Из-за того, что корни будут в холоде находиться. Вот такие коврики сохраняют рассаду от поступления холода. То есть они будут держать тепло. Очень хорошие коврички под рассаду. Опять же, они очень удобны тем, что на них можно ставить цветы. Если у вас подоконник наоборот жарит от тех же самых батарей, опять же, этот же коврик поможет вам сохранить рассаду, чтобы не пересыхало, потому что она будет удерживать тепло, которое будет идти большим потоком от батарей. Советую приобрести. Это полиуретан. Если воду прольете, поливая рассаду, вся пыль и грязь остается в ячейках, вода остается в ячейках, очень удобно убирать, чистить. Вещь не впитывает воду, не впитывает запахи. Очень удобная. Возьмите обязательно для рассады советую. Стоит, конечно, коврик недешево. 149 рублей. Но я советую его взять, потому что все-таки это очень удобная вещь для рассады и для цветов. Почва брикеты торфяные. Тоже очень удобная вещь для выращивания рассады. Объем огромный. То есть это хватит на всю вашу рассаду. Добавить в грунт дополнительно. Это и питание. Сюда входит еще вермикулит. Сюда входит торф. То есть, соответственно, у вас питания для растений будет достаточно. Также кокосовый брикет. Тоже советую приобрести, потому что кокосовый брикет, он способен удерживать лишнюю влагу. Не дает возможность загнить той же самой рассаде. И в этом году я буду новым способом сажать рассаду. Обязательно сниму видео и вам покажу. И для этого мне нужен кокосовый субстрат. И нужна туалетная бумага. Туалетная бумага, которая хорошо растворяется в воде. Ну, по сути своей, сейчас почти что вся туалетная бумага хорошо растворима в воде. С учетом того, что она сделана для того, чтобы отправлять ее прямо в унитаз, утилизировать, я взяла обязательно туалетную бумагу для рассады. И вам советую купить. Как мы будем сажать нынче рассаду с помощью туалетной бумаги и кокосового волокна, обязательно расскажу. Суперфосфат. Ну, конечно, сейчас нам для рассады суперфосфат совсем не нужен, потому что все-таки такого кормления рассада не требуют большого, но для огорода я советую сейчас взять. Зато у вас уже будет он, как говорится, всегда под рукой. Аммиачная селитра. Причем хороший производитель фертика. Мне очень он не нравится, потому что действительно у них очень хорошее удобрение. Тоже советую взять, потому что когда придет время сажать в огород, нам все это понадобится. Что еще? Вот. Обязательно возьмите указатели рассады. Даже вот потом растения, когда будете сажать, это очень удобно, потому что действительно они не один год прослужат. Не одним годом вы их использовать будете. И причем самое интересное, они очень удобные. Я в этом году тоже себе позволила купить. Думаю, что еще нужно взять, потому что иногда, особенно когда высаживаешь много сортов рассады, допустим, те же помидор, уследить, где каждый этот сорт тяжело. И указывая табличку, мы все-таки понимаем, где он на что растет. А потом вместе с этим переносим и в открытый грунт. Биогумус. Обязательно возьмите, потому что если вы будете использовать обычный грунт для посева рассады, обязательно нужно будет добавить биогумус. Особенно во время, когда вы будете пересаживать рассаду уже подрощенную. Потому что биогумус, кормление, это самое лучшее кормление для рассады. Поэтому советую взять биогумус. Это хорошая вещь. Кстати, вот этот биогумус, вот этого производителя, хороший дает эффект. Я каждый год им пользуюсь, мне очень нравится. Ну и само собой, это вот такие вот у нас кормильцы для рассады. Это у нас идет вот такой вот фертика в хилатной форме для рассады удобрение листовое. Вот такой вот я взяла, потому что все равно рассады требуют подкомки. Особенно в момент, когда она набирает рост. Вот это вот у нас идет удобрение, стимулятор роста тоже беру, потому что иногда вот встанет растение и не двигается. И все-таки им стоит дать определенную подкомку, чтобы они росли. Кормилицу микоризу обязательно взяла, вносите обязательно в грунт, для того, чтобы растения питались и хорошо усваивали минеральные вещества. Потому что, когда идет у них симбиоз между микоризой и корнями, она помогает микоризу хорошо усваивать микроэлементы. Поэтому всегда добавляю ее в грунт. Это любые, вот особенно, когда пересадка идет, рассады, когда пересаживаете, не садите, а пересаживаете, вот очень хорошо ее добавлять. Она тогда лучше приживается и лучше растет. Янтарную кислоту берем, потому что все-таки, если проблема будет с рассадой, она будет немножко комплексовать, не расти, то есть начнутся у него какие-то проблемы. Янтарная кислота, вот вам помощь в этом случае. Вот такое вот взяла цветущее кашпо. Интересные удобрения в первый раз. Я их вижу в фикс-прайсе. Для добавки в кашпо, когда высаживаем цветы. Ну, те же самые петуни или еще что-то. Прямо в грунт добавляется вот это удобрение. Взяла попробовать. Думаю, нужно попробовать. Новенькое нужно пробовать. Взяла две упаковочки. А это подкормка для перцев и томатов. Ну, это я взяла в качестве питательного добавочки, когда будем пересаживать уже рассаду, чтобы у меня под рукой было хорошее удобрение. Ну, естественно, вот эти штуки советы приобрести. Это, естественно, парнички, очень хорошая вещь. У меня они есть. Я в том году купила довольно-таки хороший объем. И они у меня уже будут использоваться по второму разу. И советую, знаете почему? Вот эти кассетницы, вот эти кассетницы, очень хорошо сюда входят. Раз, и все. И у вас будет рассада расти под парничком. И ей будет комфортно. Мне очень нравится. Я использую каждый год. Это очень удобно. И рассада себя чувствует хорошо. Так что обязательно купите парнички. Они есть во всех фикс-прайсах. Так что вот такие вот покупочки я сделала в фикс-прайсе. И вам советую обязательно сходить и сделать покупочки. Потому что сейчас в фикс-прайс поступают все необходимые для рассады, для огорода товары. Можно выбрать себе по желанию то, что необходимо. Кстати, по горшочкам, там разные виды горшочков есть под рассаду. Любого объема, очень большой выбор. Также кассеты. Но еще помимо этого, я хочу вам посоветовать купить вот такую вещь. Ну, конечно, это не фикс-прайс. Советую приобрести вот такой вот электроподогреватель. За нем очень хорошо делать прожащивание рассады. Очень удобно. Я в том году попробовала, мне очень понравилось. Потому что, когда только лишь закладываешь семена, грунт должен быть теплым. Постоянно теплым. А если он, допустим, вы ставите семена где-то около батареи, он пересыхает. Вы стараетесь думать, и на батарею поставлю, рядом с батареей будет у меня быстрее расти. Но он пересыхает. Лучше использовать где-то не на батарею, а на нейтральное место, но на коврик. И у него там держится определенная температура, и грунт мягко-теплый. И тогда семена очень хорошо прорастают. Просто вот моментально с щеткой всходят все семена, и это очень удобно. И если даже подоконник холодный, это тоже спасает. Опять же, рассаду на нем держать. Растения очень хорошо отзываются, потому что сами по себе растения, те же самые томаты, огурцы, перцы, очень любят, чтобы корни были в тепле. Если корни будут на холоде, они очень плохо развиваются. А когда ставишь на вот этот коврик, рассаду очень хорошо у них развивается корневая система. Поэтому советую приобрести такой коврик. Я приобретала в Яндекс.Маркете. Я не знаю, есть разные производители, видимо, или разные поставщики. Цена велируется от 600 рублей и выше. Есть даже за 2000 его продают. Вот точно такой же коврик я видела 2000. Вот этот я купила за 600 рублей. Тепломакс. Может быть, можно на сайте найти. Можете зайти, посмотреть. Может, у них есть сайт. И через сайт можно заказать. Может, где-то в каких-то магазинах, где продаются семена, продаются дополнительно аксессуары для выращивания растений. И там есть эти коврики. Но я советую приобрести, потому что действительно, когда начинаете только сажать рассаду, чтобы проросли семена, это очень хорошая вещь. Просто советую чисто от себя уже, потому что попробовав, я, конечно, очень довольна им. Я вот в этом году приобрела еще один коврик для того, чтобы он у меня был на подоконнике, чтобы рассада себя комфортно чувствовала, потому что подоконник холодный, и чтобы был подогрев. Ну, вот такими я хотела с вами поделиться советами, покупочками. Поэтому советую идите в фикс прайс. Можно выбрать все, что необходимо для рассады. Также есть в магазинах светофор и маяк. Уже появились некоторые вещи для покупки. Те же самые кассеты, те же самые стаканчики можно приобрести. Обязательно сходите. Уже пора. Созреваем. У нас начинается февраль месяц в ближайшее время. А то есть, соответственно, все первые посевы. Ну, а на этом, кому понравился наш ролик с покупочками, поставьте нам пальчик вверху. Будем вам благодарны. Всем до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok